всем привет с вами кекс и сегодня будет что-то очень очень интересное девочки что сейчас будет сейчас будем делать карамельные трости новый год уже близко и будем заниматься мы с вами таким интересным делом на самом деле все оказалось намного проще чем я думала я очень переживала так как тоже делать это будут впервые особо с карамелью никогда не сталкивалась никогда не работала поэтому читайте в общем рецепт записывайте его у себя я здесь не уточняю сколько бросать ароматизатора красителя и лимонной кислоты потому что потому что красителя соответственно по цвету как вам понравится кстати лучше скажу сюда цветной краситель бросать именно жидкий или вы его разведите если это у вас уже сухой потому что сухой мы его уже будем бросать самом конце и поэтому может не развестись в карамели я бросала жидкий у меня больших бутылочках там русский краситель вот то я бросала так лимонной кислоты я бросила тоже на глаз ну собственно вы увидите сколько и чего и как я бросала пока миссия налила 30 грамм воды насыпала сахар обязательно сахар воду они наоборот иначе сахар пригорит положила патку и поставила на огонь пока пускай растаять у меня сахар у меня есть силиконовый коврик с другой стороны у меня там для кружев гибких коврик но написано что он до 200 градусов поэтому я рассчитываю надеюсь что он у меня выдержит температуру карамели которая там где-то 24 градуса будет поэтому я решила сделать на ней так как специального коврика для карамели у меня нет если у вас нет и такого коврика я точно не подскажу что именно нужно сделать ну может быть на обратную сторону противня гладкого какого-то вылить я честно вот не знаю как отстанет от него карамелька смотрите вот я сразу буквально повернулась начинает растаивать наш сахар вот вторая степень это уже как бы наша смесь закипела и где-то порядка 100 градусов достигла у нас варила я в общем всю смесь где-то минут семь периодически меняя газ как бы на чуть крупнее чуть поменьше сильно янтарного цвета у нас здесь не будет вот уже окончательный мой вариант он немножко вы видите пожелтее и такое ощущение что это одна сплошная пенка как бы вот нету такого что внизу жижка сверху вот пена кого есть градусник то вот воспользуйтесь градусником эта температура 124 градуса и можно уже снимать с огня у кого нету пользуйтесь на ощупь вот я говорю нужно добиться таких довольно крупных пузырей густоватой температуры минут семь я варил где-то лимонной кислоты вот сразу вот когда сняла бросаю лимонную кислоту масса у меня светлеет сразу лимонной кислоты грамма 3 я бросила то есть абсолютно на вкусно но говорят что если много много насыпать лимонной кислоты то масса может совсем не застыть вот что от этого тоже как-то это зависит я видела в разных мастер-классах что цвет добавляют уже вот так вот прям не в кастрюльке там вместе мешают и варят две смеси а именно вот так вот отделяет кусочек и потом когда наша смесь остынет ну я видела что ножницами это очень хорошо режется но я просто ножиком это возьму потому что чуть чуть раньше начну это с этим работать так как я одна работаю впервые и очень переживала как получится вот смотрите смеси размешала единственное я просто забыла в процессе добавления лимонной кислоты добавить ароматизатор поэтому мои палочки просто получится карамельного вкуса и ты с кислинкой вот ну можно добавить такие жидкие как у красовский или еще какие ароматизаторы вот там какие то может если это у вас будут красные полосочки то малинка вот но у меня будут просто кислинки для первого раза я думаю тоже будет ничего я в общем уже смогу убрать свои поддерживающую конструкцию чтобы удобнее мне было работать карамелька моя уже застыла настолько что не течет я на самом деле уже понял что можно было вот так вот не мять вот мне нужно просто сейчас подождать немножко чтобы карамель набрала плотности и я могла с ней работать девочки очень хорошо если у кого-то есть специальные перчатки которые как они или силиконизированные или там они как-то прорезиненные точно не скажу которые для температуры вот чтобы работать с температурой вам очень повезло у меня таких нет поэтому я буду работать голыми ручками что очень тепло вот прошла минутка и у меня уже довольно густая смесь и я ножичком подрезаю просто у себя вы видите абсолютно произвольно отрезают своего кусочка и начинаю вытягивать насыщая кислородом и остужая свою карамель скажу сразу она горяченько поэтому я вот так вот я видя на в кондитерских висит такой специальный железный клуб но они конечно там здоровенными такими валунами кидают вот у меня он маленький поэтому не сильно было удобно на деревяшке это делать вот но так как она горячая то лучше пару раз кинуть на ней на самом деле вот и вытягиваем ну я вам не скажу сколько раз вот я абсолютно когда и делала цветочки был один раз с карамели то это произвольная ситуация вот я вам еще обязательно покажу вот теперь я катаю две колбаски потому что на моей палочке будет две красных полосочки то есть у меня вот эти вот палочки будут именно моими полосочками можно было сделать на самом деле их не такими длинными вот и и сделать саму колбаску мою пошире тогда и так вот мне главное бы попробовать получится ли вообще вот так вы видите тут у меня есть у господи мастики карамельки побольше поэтому мне удобнее как бы на палочки ее перекидывать но она как погорячее потому что ее больше так ручкам жарко очень быстро надо работать потому что ручкам действительно жарко периодически приходится кидать на стол и вот так вот перекидывать ее чтобы ручки немножко отдохнули масса у нас заметно светлеет становится красивая блестящая такая перламутровая бы сказала просто прикладываем наши палочки к этой карамели они еще гибкие то есть все делаем довольно быстро сзади у меня на плите горит комфорка которую я не буду выключать и периодически буду подогревать свою смесь чтобы она оставалась у меня гибкой вот сейчас я чувствую что кончик у меня более застыл и в я видел в кондитерских девочки просто этот кончик растягивают и выбрасывают довольно большой кусок ну у нас поедят все даже если пускай эти полоски не будут там с краю все там супер одинаковые вот я для себя для дома это дело ножничками отрезаем и закручиваем вот видите там у меня не совсем красивый кончик получился для удобства с работой я отрезала напополам свою вот эту колбаску чтобы удобнее было ее качать греки все остальное вот я подогреваю на комфорке буквально пару долю секунды там одну-две секунды и она становится пластичная у меня масса и сейчас я попробую прокрутить потому что я видела что как бы палочки мои идут ровненько попробую их между собой перекрутить чтоб прям как показывают вышло вот вот она отлично переворачивается и получается шикарная красивая палочка я вам все свои палочки покажу уже когда закончу потому что работать мне нужно очень быстро вот так что и я надеюсь что и у вас обязательно все получится если у меня такое вышло с первого раза я их уже попаковала такие маленькие пакетики просто обкрутила слюдой вокруг и завязала зеленый бантик и эти палочки повешу на елочку и пускай их там может детки буду снимать я уже один маленький грызочек такой покушала он очень такой с кислинкой приятный такой ну вкусно мне очень понравилось много вкуснее чем конфеты которые мы в магазине покупаем на самом деле я понял что так можно делать именно конфеты домашние то есть я хочу даже попробовать именно поработать конфетами может какой-то рисунок внутри там сделать там типа как с полимерной глиной работают тут же точно также рисунок складывается точно также колбаска растягивается и крутится поэтому может быть даже такое что покажу вам как буду делать домашние конфеты вот типа лолипопс вот эти вот круглые это точно также можно сделать на палочке вот эти лолипопс которые деткам нравится вот так вот перекручиваете ее скручиваете кружочком и вставляете шпажку и у вас уже получится вот это лолипопс вот собственно мои карамельки очень такие прямо блестящие такие прям хочется ее ты только новогоднюю конфетку покушать вот они очень легкие получились вот это все у меня вышло из 100 грамм сахара то есть на самом деле производство очень такие масштабные я видела что такие карамельки продаются очень недешево у меня единственное там вы видите сзади остались такие огрызочки которые просто уйдут дома никуда так сказать вот они как бы там буквально вот четыре штучки один кончик который в конце меня плохо растягивался из других я смогла все же скрутить какие-то вот маленькие такие вот маленькие тросточки вот четыре конфетки меня осталось отдельно а все остальное вот такие вот прикольные трости с вами был кекс ставьте лайк буду рада выложить для вас новые видео надеюсь что вам понравилось и пригодится мой рецепт пока пока